Следующий объект, который нас интересует, это EventEmitter, или, как его иногда любовно называют, EE. EventEmitter представляет собой основной объект, реализующий работу с событиями в Node.js. Большое количество других встроенных объектов, которые генерируют события, ему наследуют. Для того, чтобы воспользоваться EventEmitter, достаточно подключить модуль Events встроенный, и взять в него соответствующее свойство. После чего я могу создать новый объект, и у него есть методы для работы с событиями. Первый метод это подписка. Он, имя события, функция обработчик. Я могу указать много подписчиков, и все они будут вызваны в том же порядке, в котором назначены. Второй основной метод это Emitter. Он генерирует события и передает данные. Эти данные попадают в функцию обработчик. Соответственно, если предположить, что мы пишем веб-сервер, то в одном месте кода будут обработчики запросов. Веб-сервер при запросе что-то с ним делает. А совсем в другом месте кода, например, в обработчике входящих соединений, будет сервер Emitter, который генерирует события. Давайте запустим этот код. Как видите, оба события были обработаны сначала этим обработчиком, а потом вот этим. Подробное описание различных методов для работы с событиями вы, конечно, найдете в документации, а мы с вами остановимся на том, что принципиально отличает работу с событиями в Node.js по сравнению с работой с событиями в браузерах. И первое отличие мы сразу можем увидеть из разбора этого примера. Если браузерные обработчики срабатывают в произвольном порядке, то нодовские точно в том порядке, в котором были назначены. То есть, если у меня есть какие-то обработчики, то назначая следующий, я точно уверен, он сработает после предыдущих. Еще одно отличие в том, что в браузере я никак не могу получить список обработчиков, которые назначены на определенный элемент, а в Node.js это сделать легко. Emitter.listeners возвращает все обработчики на данное событие, а listener count позволяет получить их общее количество. Следующее, пожалуй, наиболее важное отличие соцелит в том, что в Emitter специальным образом обрабатывается событие с названием Error. Если где-либо происходит Emit этого события, и у него нет обработчика, то Emitter генерирует исключение. Таким образом, с виду такой безобидный Emit повалит весь процесс. Исключение генерируется встроенного типа TypeError. Если вот прям в таком виде, а если есть какой-то объект в аргументах, который является instance of Error, например, newError, то этот объект будет использован в качестве аргумента throw. Вот так оно работает. Например, запущу этот файл, и мы все видим, что вот, нода упала с исключением. Если же обработчик есть хоть какой-нибудь, то все будет нормально. Запускаю. Работает. Если в Emit передать объект, который будет описывать, что именно за ошибка была, то он будет передан в обработчик, и там можем его разобрать и произвести какие-то действия, чтобы обработать. Наконец, последняя особенность Emitter, о которой сейчас пойдет речь, это встроенное средство для борьбы с утечками памяти. Для разбора посмотрим на вот этот пример. Здесь каждые 200 миллисекунд создается новый объект типа Request, и выводит текущее поедание памяти. Объект типа Request, в реальной жизни это может быть запрос от клиента, ну а здесь это просто некий объект, у которого есть поле Big Data, в котором содержится что-то жирное, просто чтобы было видно, сколько памяти на самом деле съедается. Соответственно, если много таких объектов будут памяти, то есть они тоже будут очень-очень много. Ну и еще у этого объекта есть пара методов, пользоваться мы ими пока не будем, а просто посмотрим, что происходит с памятью, когда создается много таких объектов. Итак, запускаем. Как легко видеть, память вырастает, а потом очищается, потом опять вырастает, а потом очищается. Пока у нас все хорошо. И это нормальный режим функционирования Node.js, ведь в данном случае Request это локальная переменная данной функции, и после окончания работы функции она нигде не сохраняется, этот объект более не нужен, и память из-под него можно очистить. Теперь же немножко расширим этот пример. Добавим объект источника данных, который мы назовем DB, и который может посылать какую-то информацию, которую Request может в свою очередь пересылать клиенту. Изменение небольшое, посмотрим, к чему это приведет при запуске кода. Ого, какой-то ворнинг. Память постоянно растет. В чем же дело? Для того, чтобы это понять, немножко глубже познакомимся с алгоритмом работы EventEmitter, а именно с тем, как работают вообще эти события, что происходит, когда я вызываю DB onData. Информацию о том, что я поставил обработчик, нужно где-то запомнить. И действительно она запоминается. В специальном свойстве объекта DB. В этом свойстве находятся все обработчики события, которые назначены. И когда происходит вызов Emit, то они из него берутся и вызываются. Что ж, теперь уже можно понять, от чего возникла утечка. Ведь, несмотря на то, что Request здесь, по идее, больше не нужен, эта функция находится в свойствах объекта DB. И получается так, что каждый Request, который создается, сохраняет там, внутри, вот эту вот функцию. А эта функция ссылается через замыкание на вообще весь объект. И получается, что вот этот обработчик привязывает Request к DB. Пока живет DB, будет жить и Request. Если DB живет очень-очень долго, то Request тоже будет жить очень-очень долго. Происходящее можно легко увидеть, если добавить к концу logDB. И запустить код еще раз. Стоп, мы увидели достаточно. Вот объект DB. И вот как раз свойство Events, в котором находятся обработчики. И оно действительно все время увеличивается по размеру. Видите, было сначала маленькое, потом растет, 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 функций все больше. И каждая функция через замыкание тянет за собой весь объект Request. А вот и варнинг. Оказывается, у EventEmitter есть по умолчанию максимальное число обработчиков, которое можно назначить. И оно равно 10. И как только это число превышается, то он вот такое предупреждение выводит о том, что может быть утечка памяти. Которая в нашем случае как раз и произошла. Что делать? Как вариант, можно, например, взять и после окончания обработки запроса убрать обработчики на события Data. Для этого код нужно немножко переписать, добавить вызов метода End в конце. И вот что будет при таком вызове. Теперь все хорошо, никакой утечки памяти не происходит. Когда такой сценарий наиболее опасен? Он наиболее опасен в тех случаях, если по какой-то причине максимальное количество обработчиков отключают. То есть делают вызов сет MaxListeners 0. Предполагая, что много кто может подписываться на эти события. Действительно, бывают такие источники событий, для которых много-много подписчиков возможно. И нужно отменить этот лимит. Соответственно, лимит отменяют, а вот убирать обработчики забывают. И вот это как раз и приводит к тому, что нода растет, растет, растет в памяти. Как оследить эти утечки? Это достаточно проблематично. Может помочь в такой модуль, называется HipDump, который позволяет делать снимок памяти Node.js и потом анализировать его в хроме. Но лучшая защита, это думать, что делаешь, когда привязываешь короткоживущие объекты, слушать события долгоживущих. И помнить о том, что может понадобиться от них отвязаться, чтобы память была очищена. Итак, EventEmitter это один из самых важных и широко используемых объектов в Node.js. Сам по себе EventEmitter на самом деле используется редко. В основном используются наследники этого класса, такие как объект запроса, объект сервера и много-много всего другого. Мы с этим в ближайшем будущем уже столкнемся. Для генерации события используется вызов Emid. Ему передается название событий и какие-то аргументы, данные. При этом он вызывает обработчики, назначенные через On. EventEmitter гарантирует, что обработчики будут вызваны в том же порядке. При этом, в отличие, например, от браузерных обработчиков, всегда можно проверить, есть ли какие-то обработчики на определенное событие. Кроме того, сам метод Emid, если событие было обработано, возвращает True, а иначе False. Правда, используется эта фишка достаточно редко. Дальше. В EventEmitter есть специальное событие, называется Error. Если на это событие нет обработчиков, то это приводит к тому, что EventEmitter сам делает Throw. Казалось бы, зачем? Но, как мы скоро убедимся, это решение очень-очень мудрое и полезное, потому что многие встроенные объекты Node.js сообщают о своих ошибках именно так, через EmitError. И без такого Throw их было бы очень легко пропустить, забыть о них и потом долго искать, а что уже где случилось. И, наконец, последнее. В EventEmitter есть встроенные средства по борьбе с утечками памяти. Сейчас они нам пока не очень нужны, но в дальнейшем, когда мы будем делать проект на Node.js, они нам еще пригодятся.